Артем, ну вообще, какие впечатления? Счет крупный, но игра не такая простая, наверное, как вообще. Ну, просто в первом тайме мы свои моменты использовали, и игра перевернулась в нашу сторону. И мы, можно сказать, контролировали игру, соперник оттягивался назад и ждал, выбегал на быстрых контратаках. В принципе, мы к этому готовились и, ну, как мне кажется, хорошо сдержали их на быстрых контратаках, ничего не дали делать. Ну, такой крупный счет, это, я думаю, что заслуга наших нападающих. Молодцы, забили свои моменты. То, что второй мяч забили до перерыва, насколько важно было? Ну, как бы, не думаю, что прям сильно важно, но да, это как бы увеличило наши шансы на победу. На второй тайм уже выходили более заряженные. Надо было забить, все знают, что 2-0 счет – это такой скользкий счет. Вот один забивают, и уже мандраж появляется. Надо было забить третий, нам удачу повернуло, забили, и, как бы, игра тоже далась нам хорошо. Сегодня много разных футболистов забивали, в том числе, которые на замену выходили. То, что ты лично не отличился, насколько для тебя это? Ну, это ничего страшного. Главное, мы выиграли, идем к своей цели дальше. Надо каждый матч выигрывать, а свои заслуги, они либо придут, либо командные, они важнее. И насколько тяжело было, скажем, при каком счете? Понятно, что игра идет, расслабляться нельзя, но, может быть, ты уже поняли, что да, скорее всего, мы эту игру выиграли. Ну, как бы, такие мысли у меня никогда не появляются, что да, мы эту игру выиграли. Просто, как бы, игра давалась хорошо, забили много голов. Сейчас ты знаешь, как сыграл Урал, растут ли аппетиты, то есть то, что в трех очках теперь и Динамо. Да, я думаю, что мы не смотрим на соперников, которые идут вверху, нам главное свои матчи выигрывать. А там уже в конце сезона, 21-го, после, там, 10 вечера, посмотрим, как сложится турнир на таблице. Да, спасибо. Расскажи, каково это входить в игру, когда счет 3-0 и, в общем-то, у команды все получается? Ну, прекрасно, чтобы реализовать шанс, который тебе предоставляется, это прекрасная возможность, когда 3-0 и на 60 какой-то я вышел, ну, то есть еще практически весь тайм впереди. У тебя какая же остановка была на этой стороне? Забить, конечно же, постараться, вот, а сзади отрабатывать, ну, в принципе, такая вот примерно. У тебя важно было лично отличиться, когда уже счет начал расти еще больше? Ну, важно было, наверное, но просто никогда там больше на себя не сыграю, короче, я дело на себя не потяну из-за личных действий, если проще говоря. Ну, и знаешь, все равно мы говоримся, что понятно, мы играем матч до конца, но, наверное, все равно немного тяжеловато вам сохранить полную концентрацию, когда такой крупный счет или вот у тебя такой крупный счет? Нет, даже не то, что концентрацию, а, ну, еще больше забивать, пытаться, и вот этот мотивирует, а то, что уже, ну, победили, это понятно уже всем, но просто надо сохранять. Ну, пытаться больше забить, знаете, пытаться больше что-то реализовать, что-то, может, с тренировки там что-то, ну, я не знаю, какие уже альтернативные вещи какие-нибудь. У нас тренерский штаб обычно, конечно, не концентрируемся на наших играх, но, тем не менее, ты в перерыве знал, как «Динамо» и «Урал» играют? Ну, что-то я слышал, то, что проигрывали «Динамо» 2-1 или 3-1, 3-2, то есть, что-то такое слышал, да. Ну, то есть ты следил, да, кто же с этим матчем? Не, не следил, а просто услышал, я сам не заходил. Ну, и концовка сейчас, матч «ЦСК», потом еще «Динамо», вот какие у тебя ожидания? Три игры, три победы. Все спокойно, второе место. Субтитры создавал DimaTorzok